Ну, давайте смотреть. Battlefield 2042, апдейт 4.1. Здорово, ноу-пэт, непрекаянные. Ну, поехали в подробностях. Итак, настройки чувствительности для прицеливания и для обзора в транспорте при использовании контроллера теперь нормально работают. А им ассист улучшен, когда вы целитесь под... А им ассист улучшен, когда вы целитесь по движущимся мишеням? В вашей ёбаной игре, когда ты пользуешься, блядь, контроллером, отдача снижена. Множитель First Shot Multiplier 0.75, вертикальная отдача 0.75, горизонтальная отдача 0.75, и вы улучшаете трекинг по движущейся цели. О, господи. Ну, я надеюсь, это какой-то пиздёж. Просто, чтобы вы понимали, как бы мышь не работает до сих пор. Вот мышка, мышка в этой игре не работает корректно, и разработчики об этом знают, но им похуй. Они не трогают мышку, они, блядь, аим ассист улучшают. Аим ассист больше не должен неправильно трекать цели через тонкие преграды. Ну, через тонкие преграды можете не будет трекать, зато теперь будет аимботить движущуюся цель. Молодцы, блядь, молодцы. Доставлены следующие улучшения, которые помогут уменьшить инпут лаг. Удалена задержка для гаджетов, которые ставятся на землю, чтобы они появлялись мгновенно. Ну, вот это, кстати, хорошо, потому что если тебе надо поставить стенку или маячок какой-нибудь, последнее, что ты хочешь, это 40 минут стоять с этой хуетой в руках без возможности стрелять. Хорошо, вот это хорошо. Так, мода. Ну, в общем, тут что-то написано по поводу изменения режима в прорыве со 128 человек на 64. Нам с вами, если честно, похуй. 128 человек, 64. До тех пор, пока карты такие, какие они есть, можете хоть 10 сделать, все равно будет играться как залупа. Следующее изменение. Прорыв на 64 человека для PC, PS5, Xbox, RXS. У нас теперь установлен... А, размер карт изменен в соответствии с особенностями карт. Значит, Discarded Manifest Orbital Kaleidoscope будет играться на 128, а, версии на 128 человек, а песочные часы, разрыв и реньюл будет играться в версии до 64 человек. Ангел. Ангел больше не будет давать броню своей сумкой с припасами. Блин, я не знаю, ну, просто теперь что получается? Что теперь делает гаджет Ангела? Он кидает обычные патроны без гаджетов и может сбросить коробку, где можно поменять кит. Просто раньше вот этого механика разбрасывания брони, она была довольно уникальной. Было АПшно, бесспорно, с патронами это прям имбища была. Но почему вы не забрали возможность патроны-то пополнять и оставить Ангелу бесконечную броню? Ну, у вас же есть, блядь, гаджет брони. Просто у Ангела, поскольку он специалист, эта часть усилена и у него броня бесконечная, а не две пластинки. А патроны могут все коробками раздавать. Борис, ну поехали! Значит, спот с помощью туреля теперь будет подсвечивать заспотанного противника с помощью красной точки. Заспотанные враги будут, видимо, и для союзников. Турель больше не будет отслеживать цели за стенами. Больше, как будто когда-то она должна была это делать. Молодцы. Урон турели и ее здоровье были снижены. Значит, темп огня снижен с 450 до 250. Урон с 16 максимального до 10. Минимальный урон с 10 до 7. Чё? Где, блядь, калькулятор? 34% от того, что было раньше. То есть, если раньше турель наносила тебе 100% урона, теперь она нанесет тебе 34 урона. Не нужно, не нужно делать из гаджета АПшного хуёвый гаджет. Нужно просто этот гаджет, блядь, переработать, удалить. Ну, вот это бред. Было бред, стало бред. Для геймплея нихуя не поменялось. Так, Дозер. Когда вы шлёпаете врага своим баллистическим щитом внутри дыма, то вы всегда должны наносить урон. Ирландец. Система фортификации, скорость перезарядки системы фортификации уменьшена с 25 секунд до 20. Оружие. В апдейте 0.40 были представлены непредвиденные, непредусмотренные изменения, из-за чего некоторые значения урона были неправильными. В этом апдейте мы вернём перформанс и заставим оружие стрелять так, как мы считаем оно должно стрелять. А мне нравится, знаете, вот это случайно, блядь, unintended change. Мы патчили, патчили и напатчили, что приходится перепатчивать. Ну, хорошо, хоть что вовремя спохватились, не пришлось ещё полгода ждать. Влияние отдачи, точнее влияние аттачментов на отдачу было снижено, и базовая отдача на оружие была улучшена, чтобы это скомпенсировать. Это значит, что теперь оружие без аттачментов будет управляться лучше. Но в чём тогда роль аттачментов? Ну, то есть у вас есть система кастомизации оружия, с одной стороны. С другой стороны, у вас есть поведение базовой пушки. Вот если аттачменты ничего не делают, они не нужны, всё, убираем. Нет смысла в этой кастомизации. Когда вы стреляете из болтовки, то вы можете задерживать дыхание на 5 секунд. И если вы выжмете всё, то получите 5-секундный штраф. Окей, то есть когда задерживаешь дыхание, ты должен задержать его на 4-4,5 секунды и отпустить, иначе 5 секунд не сможешь дыхание задерживать. Наверное, неплохо. Пистолеты достаются быстрее. Сайдармы. Это хорошо. Я вообще всегда за. Если ты можешь быстро поменять оружие, ты можешь быстрее играть. Чем быстрее ты можешь играть, тем больше в теории удовольствия ты можешь получать из-за того, что нажимаешь кнопки лучше и быстрее, чем твой оппонент. Общая горизонтальная отдача для всех ДМРок была уменьшена. AC-42. Увеличена дистанция, на которой... А, то есть дистанция снижения урона увеличена. AC-42 будет лучше работать на дистанцию. АК-24. В режиме стрельбы очередями темп огня увеличен до 900. То есть АК-24 это теперь какой-то AC-42 на минималках, что ли? Но с возможностью залива автоматическим огнем. О, НТВ-50. Значит, улучшена эффективность НТВ-50 против техники. Добавлен дополнительный урон против гусеницев танка. Но гусеницы есть не только у танка. Гусеницы еще есть у танкетки. В них тоже больше урона наносят? Короче, НТВ можно пощупать. Возможно, неплохим оружием снова стало. По КП увеличена вертикальная отдача. И добавлен новый профиль горизонтальной отдачи. SFAR. Улучшен урон SFAR на дистанции от короткой к средней. Погодите. Improved SFAR damage at short to medium range. То есть на дистанции от короткой к средней улучшен урон. Но теперь вам нужно 5 пуль вместо 4, чтобы убить на 20 метрах. Подождите. Кто из нас двоих дурак? Давайте, давайте еще раз вместе. Урон SFAR улучшен в рейнже от короткого к среднему. Теперь вы убиваете врага с 5 выстрелов вместо 4. Улучшен с 5 вместо 4. Вы в курсе, что когда вы говорите про убийство, чем меньше пуль, тем лучше? Ну то есть когда ты получаешь бананы за свою работу, то 5 лучше 4. Это да. Но когда ты убиваешь врага, то 4 пули лучше, чем 5. Не знаю, я, блядь, не говорю на обезьяньем, сука. Если английский, блядь, ваш не родной, пишите на том языке, который родной. Люди, блядь, соберутся и переведут. Потому что переводить хуёво переведённое, это максимально неудобно. Так, SFAR M. Увеличен урон на малых и средних дистанциях. Теперь убийство врага на расстоянии 20 метров требуется 5, а не 4 пулю. Уменьшена скорость падения урона. Да, но ведь это противоречит. Вторая часть фразы противоречит первой части фразы. Значит, конквест на калейдоскопе. Количество лёгкой техники уменьшено на 1. Манифест. Количество лёгкой техники уменьшено на 1. Лёгкой, лёгкой техники. Мне лень искать, но вы знаете, легко найдёте, вот в предыдущей статье, тут новостной, что господа разрабы в курсе своих огромных, бездарных, тупых, пустых карт. И когда комьюнити у них просила какую-нибудь дополнительную технику запилить, чисто для перемещения, разрабы сказали, что мы этого сделать не можем, но мы разработчики, мы вам по-другому поможем и переделаем карты. Так вот, карты не переделанные, а количество лёгкой техники, ну, лёгкая техника, знаете, там джипы, судно на воздушной подушке, болтик. Техника, которая берётся, по сути, просто, чтобы из точки А в точку Б приехать. Ну да, там раньше можно было на подушке поформить, на болтике можно поформить, но, сука, это в первую очередь транспорт. И вы уменьшаете их количество на 1. Молодцы, ну, молодцы, естественно. Блядь, физкульт, привет, раньше бегали условно 30% времени, теперь будем бегать 40% времени в игре, в шутере, вместо того, чтобы стрелять. Молодцы, хорошо, хорошо. А что вы добавили? Ну вот, вы забрали. Вы, блядь, лишили части игроков возможности с самого начала раунда поехать. Вы заставляете ещё там от 2 до 5 человек бежать. А что вы дали? Что вы дали взамен? Ну, может, кстати, что-то и дали, почему-то ещё не закончились. Прорыв на 64 человека. Так, в секторе 4 изменено количество транспортной и воздушной техники для атакующих, уменьшено на 1. И уменьшено количество тяжёлой наземной техники для атакующих и защищающихся на 1. Если вам не нравится техника, бля, удалите её нахуй, ну опять, что за полумеры? Бля, что это за батлфилд, где в команде на 64 человека ездит один танк и один верт? Ну, если вы хотите сделать Call of Duty, вы не сможете. Нужен геймплей нормальный, пехотный, вы, блядь, не умеете. Худо, бедно, клято, мято, с 5 на 10 у вас техника в игре работала. Вы её, блядь, убираете. Кто эти решения принимает? Отсадите его в отдельную клетку. Потому что он сильно вредит остальному стаду этих павианов. Тройная постметаирония. Значит, смотрите, первая постметаирония, это выход батлфилда 5. Ну, который, я не знаю, вообще не батлфилд, он вообще не игра. Вторая постметаирония. Разрабы из Call of Duty, увидев абсолютно пустую нишу батлфилдаобразной игры, делают наземную войну. И они, по сути, делают кальку на кальку батлфилда. Ну, то есть, знаете, добавили там точечки, карты побольше, игроков побольше. Вот вам консольный батлфилд. А третья стадия. Когда-то долбоёбы из DICE берут и делают кальку на кальку. Они делают, блядь, какой-то неудачный кавер на неудачный кавер. То есть, это переработка наземной войны. Вы что, сумасшедшие, что ли, совсем? МАФ теперь часть транспортной категории техники. МАФ, то есть, теперь у них, в транспортной технике, джип, который разваливается из миниганов, ну, из лёгкого стрелкового оружия, подушка, которая разваливается из лёгкого стрелкового оружия, и МАФ, который держит четыре попадания из танка. Ну, наверное, не знаю, надо тестить. Это интересные изменения. Болти. Так, ракетные вот эти поды Болтика больше не наносят непредвиденно увеличенный урон воздушный... А, непредвиденно! Так это всё-таки глюк был! Всё-таки этот ваш хуебараж не должен был ваншотать Литл Бёрд. Ну, оперативный фикс. Молодцы. И всего-то навсего половину нервной моей системы уничтожили этой хернёй. Спасибо. М5С Болти теперь часть наземной бронированной техники. Я не знаю. Ну, этот патч полный хуй, это вообще полнейшая. Единственное в нём относительно неплохое изменение — это урон тур... ну, фикс турели. Её вообще надо удалить, просто переработать этот гаджет. Этот слот у Бориса должен быть переработан с нуля. То, что они сделали, это тоже бред. Теперь нет никакого смысла в этой турели. Ну, то есть, раньше был специалист с уникальным гаджетом, теперь нет специалиста с уникальным гаджетом. Да, гаджет был токсичный. Абсолютно для брейн-дэд-макаки. Да, но так нельзя с игрой поступать. Вы чё, ёбнутые, что ли? Это как у ребёнка отобрать вкусную сладкую конфету, которую ему нельзя, потому что он себе зубы испортит. И дать ему кусок дерьма. Кусок дерьма ему тоже нельзя. Три режима? У него не может быть три режима. Мы же удалили одиночный режим огня. Удалён полуавтоматический режим. Удалён. Сами написали. Ремувед, блядь. R-E-M-O-V-E-D. Ремувед. Семи-ауто-файр-моуд. Ремувед. Сейчас я вам, блядь, покажу, что такое по-шведски ремуфт. Удалён. Удалён. Удалён, блядь. Ну, его нет. Удалён, видите? Удалён. Ну, так и тут нет 900 РПМа. Вы чё? Слышите звук? И там две пули вылетают. Смотрите на 27, сейчас будет 25. Погодите, вы чё, блядь, серьёзно? Уебаны, вы забыли лишнюю пулю засунуть? А кто это делал? Ну, кто это делал? Бля, возьмите его, нахуй, за ноги и выбросьте из офиса. Дайс, сотрудники вашей конторы не могут, блядь, отличить цифру 2 от цифры 3? Они же, нахуй, разные. Ну, разные. Разное количество пальцев. Это 2, блядь, а это 3. Ну, 3. Это как 2, блядь. Ну, ещё 1. Ебанутая, просто ебанутая. Я не знаю, у меня нет другого слова. Ну, есть другое слово, я не хочу выговорить. Мне нравится слово ебанутая, им нравится быть ебанутым, а мне нравится называть их ебанутыми. Так и живём. Знаете, как такая пожилая пара. Дед бабки гореные, блядь, хуета жирная. Она хуета жирная, все 50 лет, что они вместе живут. Ну, это нормально. Бабки нормально быть жирной хуетой, а детки нормально на это сетовать. Вот, блядь, так и живём. Сплендер и Battlefield 2042. Субтитры сделал DimaTorzok